Добрый день, уважаемые слушатели! Я рада, что вас заинтересовал наш онлайн-курс. Разрешите представиться. Меня зовут Ирода Абасханова. Я налоговый консультант, руководитель организации налоговых консультантов Tax Consensus. И для меня большая честь провести для вас сегодня онлайн-курс, посвященный вопросам налогообложения нерезидентов. Благодарю, что вы нашли сегодня время, оставили свои не менее важные дела. Но я надеюсь, что наш курс будет познавательным и очень интересным. Я часто провожу на своем телеграм-канале различные анонимные викторины по вопросам налогообложения нерезидентов. И зачастую результаты этой викторины показывают, что 30 или 40% участников недостаточно хорошо владеют вопросами налогообложения нерезидентов. На самом деле это объяснимо. И в первую очередь потому, что не все узбекские компании в республике осуществляют трансграничные операции и сталкиваются с необходимостью удержания, исчислений и уплаты налогов с доходов нерезидентов. На тему налогообложения нерезидентов невероятно много материалов, и это очень интересная тема. Я могу говорить о нем часами. Сегодня наша тема посвящена одному из налогов, который исчисляется, удерживается и уплачивается при покупке услуг у иностранных лиц. Несомненно, вы, например, когда покупаете какую-нибудь книгу, то в начале этой книги всегда есть предисловие. И в этом предисловии автор старается акцентировать ваше внимание на таких моментах, которые вы, например, при прочтении его статьи или его книги, в общем-то не придадите, они могут быть не освещены. И вот перед началом нашей презентации я бы тоже хотела бы акцентировать ваше внимание на некоторых вопросах, которые вам следует будет знать. Наш онлайн-курс называется «Налогообложение нерезидентов». И, конечно, курс он разделен на четыре занятия. В каждом занятии мы будем рассматривать тот или иной налог. Например, это будет налог на добавленную стоимость, или НДФЛ, или налог на прибыль. И у каждого налога есть своя специфика. И по ходу курса я вас прошу обращать внимание на некоторые вопросы. То, что специфично для налога на добавленную стоимость, это не означает, что такие же правила и такие же положения распространяются и на налог на прибыль, или НДФЛ. Вам необходимо будет переключаться, стараться не путать правила по НДС и правила по налогу на прибыль. Иногда они могут совпадать, но в большинстве случаев они все-таки различные. И сегодняшнее занятие мы как раз-таки посвятили налогу на добавленную стоимость при импорте услуг. То есть тогда, когда наша узбекская компания в ходе всей нашей презентации, я такую узбекскую компанию условно назвала «Общество с ограниченной ответственностью шанс». Это такая некая виртуальная компания, на примере которой мы будем рассматривать различные операции и проходить различные тесты. Второй момент взаимоотношения между узбекскими компаниями и иностранными компаниями, они настолько разнообразные. Каждый контракт, который заключает компания, она отличается от таких же услуг по договору, заключаемой другой компанией. То есть практически идентичных контрактов найти невозможно. Условия могут быть разные. И в рамках нашего онлайн-курса мы тоже не можем охватить все виды и все разнообразия контрактов. Но по максимуму я постаралась в ходе нашего онлайн-курса охватить наиболее распространенные виды операций. И мы будем разбирать часто встречающиеся, то есть какие-то необычные операции или операции, которые могут заключаться лишь изредка. Конечно, такие операции мы в ходе нашей онлайн-занятий во время презентации вы можете не увидеть, но я вас не ограничиваю. Вы можете задавать различные вопросы. И вот после небольшого такого предисловия мы можем приступить к занятию. Вы готовы? Начинаем. В прежние годы в соответствии со старой редакцией налогового кодекса мы, в принципе, были знакомы с таким институтом, который называется налоговый агент. То есть это лицо, которое в соответствии с налоговым кодексом обязано за некого налогоплательщика исчислить, удержать с доходов этого налогоплательщика налог и удержанный налог уплатить в бюджет. По старому налоговому кодексу такая функция возлагалась на налогоплательщика по налогу на прибыль. Когда узбекская компания выплачивает иностранной компании некие доходы, это юридическое лицо, и с этого юридического лица необходимо удержать налог на прибыль. Такой же институт налогового агентства работает, когда выплаты осуществляются иностранному физическому лицу от доходов от источников Республики Узбекистан. В этом случае налоговый агент вот за этого налогоплательщика, вот за это иностранное физическое лицо должна исполнить его обязанности, то есть удержать, исчислить, удержать и уплатить налог в бюджет. По старому налоговому кодексу, если юридическое лицо Узбекистана, узбекская компания приобретала услуги иностранной компании, по этим услугам такая компания являлась самостоятельным налогоплательщиком. И вот в соответствии с новой редакцией налогового кодекса, теперь такая узбекская компания при покупке товаров, услуг у иностранного лица, который не состоит на учете в налоговых органах качестве налогоплательщика, признается налоговым агентом по НДС. Это вот это первое новшество, на которое вам необходимо будет обратить внимание, и сегодня тема нашего занятия как раз таки касается порядка исчислений, удержания и уплаты НДС при покупке товаров у иностранного лица, который не состоит на учете. А остальные налоги, налог на прибыль и НДФЛ мы будем с вами обсуждать на следующих занятиях. Сегодня полностью наше занятие посвящено НДС. Итак, для начала, я думаю, не лишним будет напомнить вам все категории налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость. Итак, согласно статье 237 Налогового кодекса в новой редакции, налогоплательщиками НДС у нас признаются юридические лица, это первая категория. Второе, это индивидуальные предприниматели, которые в добровольном порядке или в обязательном порядке перешли на уплату налога на добавленную стоимость. Доверенное лицо, участник договора простого товарищества, лица, перемещающие товары через таможенную границу Республики Узбекистан в соответствии с таможенным законодательством. И последние две категории, которые, в общем-то, нас больше всего интересуют, да, как налогового агента, это иностранные лица, осуществляющие деятельность Республики Узбекистан через ПУ. И последняя категория, это иностранные юридические лица, реализующие товары и услуги на территории Республики Узбекистан, если местом реализации таких товаров признаются Республика Узбекистан. Вот наши шесть категории налогоплательщиков, и из этой категории налогоплательщиков в случае и в порядке, установленной разделом НДС, налоговые обязательства по НДС исполняются налоговыми агентами. И вот это положение налогового кодекса о том, что в случае и в порядке, установленной разделом НДС, налоговые обязательства исполняются налоговым агентом, это, в общем-то, касается вот пятой и шестой категории налогоплательщиков. Когда речь идет об иностранных юридических лицах, которые осуществляют деятельность Республики Узбекистан через ПУ, или такое же иностранное юридическое лицо, которое реализует товары на территорию Республики Узбекистан. Его деятельность не приводит к образованию ПУ, и местом реализации его товаров и услуг признается Республика Узбекистан. Отлично. Вот в этих случаях, значит, речь идет о возникновении налоговых обязательств у налоговых агентов. Каждые из этих шести категорий налогоплательщиков должны вставать на специальный регистрационный учет в качестве налогоплательщика. Если иностранное юридическое лицо встало на специальный регистрационный учет и предоставило налоговому агенту такие регистрационные данные, то это означает, что это иностранное юридическое лицо самостоятельно выполняет функции по исчислению и уплате НДС Республики Узбекистан. Если такое иностранное юридическое лицо не встало на специальный регистрационный учет, то покупатель его услуг, узбекская компания-налоговый агент, обязана будет исчислить и уплатить НДС в бюджет. Далее в нашей презентации мы всегда будем говорить об этой шестой категории, об иностранных юридических лицах, которые реализуют товары на территории Республики Узбекистан. Итак, какие лица признаются налоговыми агентами по НДС? Налоговый кодекс, статья 255 определяет, что налоговыми агентами по НДС при приобретении услуг у иностранных лиц признаются юридические лица Республики Узбекистан, индивидуальные предприниматели, иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность Республики Узбекистан через ПО. Вот три категории налогоплательщиков. В ходе презентации мы всегда будем говорить о юридическом лице Республики Узбекистан. Во всех тестах мы будем рассматривать только, когда налоговым агентом выступает юридическое лицо. При этом обратите внимание, неважно, является ли это юридическое лицо налогоплательщиком НДС или нет. То есть, например, покупатель услуг у иностранной компании может быть платильщиком налогособорота. Вне зависимости от того, какой налог уплачивает юридическое лицо, будучи приобретателем услуг от иностранного продавца, юридическое лицо покупателя необходимо будет исчислить, удержать и уплатить НДС в порядке, который мы будем рассматривать в ходе данной презентации. Еще одно необходимое условие налогоплательщиками налога на добавленную стоимость являются иностранные юридические лица, если местом реализации таких товаров услуг признается Республика Узбекистан. Согласно статье 238, объектом обложения по НДС является оборот по реализации товаров, если местом реализации таких услуг является Республика Узбекистан, или осуществляется ввоз товаров на территорию Республики Узбекистан. Самый важный момент – это, конечно, определить, является ли местом реализации услуг иностранной компании Республика Узбекистан. Так, прежде чем перейти к следующему слайду, давайте мы закрепим первое наше правило. Если узбекская организация или индивидуальный предприниматель или иностранное юридическое лицо местом деятельности, которое осуществляется на территории Республики Узбекистан через постоянное учреждение, приобретает у иностранной компании товары или услуги, то обязанности налоговых агентов по НДС возникают у узбекской компании, если выполняются одновременно два условия. Местом реализации таких услуг является территория Республики Узбекистан и иностранные лица, то есть речь идет об иностранном лице, которые признаются налогоплательщикам НДС, физически не состоят на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков НДС. Обратите внимание, почему здесь написано физически. В конце нашей презентации я отмечу о таких иностранных лицах, которые дистанционным образом по электронным услугам состоят на учете в качестве налогоплательщиков. Именно речь идет об иностранных лицах налогоплательщиков, которые физически встали на учет в качестве платильщика налога на добавленную стоимость. И по первому блоку нашего занятия давайте подведем маленький итог в виде следующего теста. Признается, например, наша, скажем, виртуальная компания, покупатель услуг, это ООО «Шанс», налоговым агентом по НДС, если по договору ГПХ покупают услуги у иностранного физического лица, и местом реализации такой услуги признается Республика Узбекистан. Как, на ваш взгляд, необходимо будет поступить такой компанией? ООО «Шанс», будем ли мы признавать эту компанию налоговым агентом, если ООО «Шанс» заключила договор ГПХ с физическим лицом иностранным на покупку неких услуг? Необходимо будет ответить на вопрос, является ли ООО «Шанс» налоговым агентом по НДС. Несколько участников у нас уже ответили «нет». Удержать необходимый НДФЛ – это вопрос следующего нашего занятия. А кто из участников может объяснить, почему нет? Почему ООО «Шанс» не признается налоговым агентом в рамках договора, заключенный с иностранным физическим лицом по договору ГПХ? Так, вижу ответы, да? Сделка с физическим лицом, с физическим лицом, потому что физическое лицо. Отлично, великолепно. Действительно, участники очень правы, поскольку мы неоднократно давали акцент, что налогоплательщиками налога на добавленную стоимость являются юридические лица. Давайте вернемся к нашему слайду, где мы перечисляли всех наших юридических лиц, кто является налогоплательщиками. Обратите внимание, пятая категория – иностранные юридические лица. Иностранные юридические лица. Вот как раз-таки функцию по обязанности по уплате налога на добавленную стоимость за иностранных юридических лиц, вот эти обязанности и возлагаются на налогового агента. Если иностранное физическое лицо не признается налогоплательщикам, то, естественно, налоговые обязательства по НДС не могут быть возложены на налогового агента. Итак, значит, ответ совершенно правильный. Никто из участников не ошибся. Все дали правильный ответ – нет. ООО «Шанс» действительно не признается налоговым агентом по НДС. В части… Да, вот у нас уже отвечают слушатели на ответ по вопросу НДФЛ. Отлично. Так, переходим к следующему нашему слайду. Если мы с категорией налогоплательщиков разобрались, с налоговыми агентами нам понятно, да, мы определили, в каких случаях нам необходимо будет выполнять функции налогового агента, давайте будем разбираться, а что такое место реализации товаров и услуг. Это самая, скажем, сложная тема в части исчисления, удержания и уплаты НДС. В налоговом кодексе новой редакции есть две статьи, это 240-я и 241-я, где дается определение места реализации товаров и услуг. Обратите внимание на эту ссылочку, что это место реализации товаров и услуг используется только в целях исчисления НДС. К налогу на прибыль или к НДФЛ они абсолютно никакого значения не имеют, только для исчисления НДС. И начнем, пожалуй, с более простого, с места реализации товаров. Налоговый кодекс, 240-я статья определяет, что местом реализации товаров признается Республика Узбекистан при выполнении хотя бы одного из следующих условий. То есть не одновременно должны выполняться два условия, а хотя бы одно из следующих условий. Товар находится на территории Республики Узбекистан и в результате сделки не покидает ее территорию. То есть покупка и продажа товара находится, осуществляется внутри. Это внутристрановая купля-продажа товара. И второе условие – товар в момент начала отгрузки или транспортировки находился на территории Республики Узбекистан. Давайте посмотрим эти правила, закрепим на следующих примерах. Смотрите, ситуация. Узбекская компания заключила с иностранным продавцом договор на поставку товаров. По его условиям узбекская компания, эти товары будут ввозиться в Узбекистан силами иностранного поставщика. И фактически товары будут переданы узбекской компании на территорию Республики Узбекистан. В данном случае является ли покупатель именно товаров налоговым агентом по НДС? Возникают ли у компании ООО «Шанс» налоговые обязательства, как у налогового агента по исчислению и удержанию уплаты НДС? Евгения уже ответила, что нет. Остальные участники. У нас уже 36 участников. Надеюсь, у всех есть возможность отвечать в чате. Отлично. Ливия ответила нет. Нуркен отвечает нет. Ленура. Отлично. Действительно, в данном случае у компании ООО «Шанс» не возникает никаких обязанностей налогового агента, поскольку местом реализации товаров считается Республика Узбекистан, только если в момент начала отгрузки и транспортировки товар находился на территории Республики Узбекистан. В нашей ситуации товар отгружается с территории иностранного государства, и в данном случае в соответствии с нормами статьи 240-го налогового кодекса местом реализации этого товара территория Республика Узбекистан не признается, значит, наша компания узбекская покупатель, это ООО «Шанс», не является налоговым агентом по НДС. Второй тест. Ситуация. Узбекская компания заключила с иностранной компанией договор на покупку автомобиля. По его условиям автомобиль будет передан покупателю в Узбекистане со стороны представительства этого иностранного продавца. Ранее этот автомобиль эксплуатировался со стороны представительства в Узбекистане. Иностранная компания посредством представительства не состоит в Республике Узбекистан на специальном регистрационном учете в качестве налогоплательщика НДС. Уважаемые участники, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Является ли нашей компанией ООО «Шанс» покупатель этого автомобиля налоговым агентом по НДС? Отвечают «Да», «Да», «Ольга», «Вижу», «Татьяна», «Даниил», «Нурья». Все слушатели единогласно ответили, что «Да», в данном случае компания ООО «Шанс» является налоговым агентом. И все потому, что опять-таки по статье 240-й, даже несмотря на то, что мы не оформили, не осуществлялся ввоз товара, несмотря на то, что товар отгружается с территории Республики Узбекистан, и в данном случае статья 240-я определяет, что местом реализации такого товара, отгружаемого с территории Республики Узбекистан, будет признаваться местом реализации Узбекистан. И тогда, если иностранная компания, которая представлена в Узбекистане посредством своего представительства, не стоит на учете, на специальном регистрационном учете в качестве платильщика НДС, то в данном случае ООО «Шанс», покупая такой автомобиль, в кавычках скажем, у представительства, хотя сделка совершается с юридическим иностранным лицом, тогда покупателю необходимо будет исчислить, удержать и уплатить НДС в бюджет. Значит, отвечаем, что в данном случае, по данной ситуации, в рамках рассматриваемого теста, компания ООО «Шанс» у нас будет признаваться налоговым агентом по НДС в части покупки товара. Ну, с товарами мы разобрались, а впереди у нас очень сложная тема – это услуг. Вот в услугах очень много таких, скажем, запутанных ситуаций. И начнем изучать статью 241, которая и посвящена определению места реализации услуг. Основные две части, которые и вводят эту путаницу – это часть третьей и часть первой статьи 241. Начнем с части первой. В соответствии с нормами Налогового кодекса установлено, что местом реализации услуг признается территория Республики Узбекистан при условии, что покупатели таких услуг осуществляют деятельность или находятся на территории Республики Узбекистан. То есть здесь существует такое правило, что НДС должен исчисляться и уплачиваться там, где услуга потребляется, а потребляется она по месту регистрации покупателя услуги, то есть по месту его регистрации, например, в Узбекистане. И вот эта часть первая, давайте мы ее условно назовем, это естественно условное обозначение, это основное правило. Любые услуги, которые покупает узбекская компания или индивидуальный предприниматель или иностранная компания, которая осуществляет деятельность через ПУ, вот такие налоговые агенты по основному правилу признаются покупателями и становятся налоговыми агентами. И такие услуги у нас облагаются по правилу, по месту потребления. Но есть еще часть третья, в соответствии с которыми по определенным видам услуг, по определенным видам услуг, место реализации услуг признается при соблюдении специальных правил. Это часть третья. Эта часть третья состоит из десяти пунктов, и в каждом пункте расписана та или другая услуга, в соответствии с которыми имеются специальные правила, по которым место реализации услуг признается территорией Республики Узбекистан. То есть это выделенный перечень услуг, по которым место реализации услуг мы будем определять без учета основного правила. То есть если наша услуга попадает в часть третью, мы часть первую полностью игнорируем. Мы уже на эти условия, указанные в части первой, ее рассматривать не должны. И так назовем, значит, это основное правило, это специальное правило для того, чтобы мы легче ориентировались, о чем идет речь. И еще раз обратите внимание, что эти правила относятся только к услугам. Все, что касается товаров, мы уже с вами рассмотрели. Теперь только речь будет идти об услугах. И эти две части, в общем-то, я привела вот на такой схеме. Это, конечно, условная схема. Каждый из вас может разработать другой схему, другой алгоритм, который будет для него легче к пониманию. Вот я для себя разработала вот такую схему. Если налоговый агент заключает договор с иностранным юридическим лицом, вам необходимо будет вот по этой схеме определиться, является ли местом реализации покупаемых от иностранного лица услуга Республика Узбекистан. Если и вот этот тест всегда необходимо будет начинать сперва, посмотрите, пожалуйста, с правой колонки, значатся ли эти услуги в десяти этих особых случаях. Если услуги не значатся в этих десяти случаях, то тогда по общему правилу покупатель услуг должен признаваться налоговым агентом, исчислить, удержать и уплатить НДС. Я думаю, в тех случаях, когда речь идет об общих правилах, в правоприменительной практике особых проблем не возникает. В большинстве случаев сложности возникают именно с толкованием вот этих десяти пунктов. И основное внимание на сегодняшнем занятии мы будем именно уделять вот этим специальным услугам, которые попали вот в этот топ-10. Мы для себя так их назовем, что это топ-10. Но давайте ознакомимся, что это за услуги. Первое – это услуги, которые связаны с недвижимым имуществом. Второе – услуги в отношении движимого имущества за исключением аренды транспортных средств. Почему исключение? Потому что по услугам по сдаче в аренду автотранспортных средств у нас есть пункт восьмой. Там у них есть специальные условия. Третий пункт – это ресторанные, гостиничные услуги, услуги, развлечения, сферы отдыха, туризма, культуры, искусства, физкультуры, спорта, обучение за исключением электронной формы. Почему электронная форма исключается? Потому что по электронным у нас есть один и десятый пункт. Далее в третий пункт тоже входят выставки, конференции, симпозиумы. Все, что касается, например, гостиничных услуг, мы не должны будем смотреть на общие правила, мы должны будем по специальным правилам определить, где признается место реализации этих услуг. Четвертый пункт – это пассажирские и грузовые перевозки. Пятый – это услуги по перевозке и транспортировке транзитных товаров. Шестой – услуги в аэропортах и в воздушном пространстве. Седьмой – услуги по транспортировке трубопроводов, трубопроводным транспортом. Восьмой – услуги по сдаче в аренду транспортных средств. Девятый – рекламные услуги на ТВ, радио, СМИ. И последний вид услуги – это услуги в электронной форме. И каждую теперь эту услугу мы разберем в отдельности на примерах, используя наш алгоритм. Начнем мы с услуг в отношении недвижимого имущества. Например, российская строительная компания по договору с нашей узбекской компанией ОШАНС строит для узбекской компании в Узбекистане спортивный комплекс. Согласно части 3, пункта 1, нам необходимо будет определить, в каких случаях, когда услуги осуществляются в отношении недвижимого имущества, местом реализации этих услуг будет признаваться Республика Узбекистан. Вот в налоговом кодексе дается следующее определение, что местом реализации услуг, связанных с недвижимым имуществом, будет признаваться Республика Узбекистан, если услуги непосредственно связаны с недвижимым имуществом, которое находится на территории Республики Узбекистан. И здесь дается некоторая расшифровка, что к таким услугам в частности относятся строительные, монтажные, строительно-монтажные услуги, связанные с разработкой архитектурного проекта, подготовкой координации строительной деятельности с авторским техническим надзором за архитектурной и строительной деятельностью. Также пусконаладочные, ремонтные, реставрационные работы с недвижимостью, работы по озеленению, а также предоставление недвижимого имущества в аренду. Итак, в данном случае, как мы с вами ответим на этот вопрос, будет ли компания ООО «Шанс» признаваться налоговым агентом и возникает ли у него обязанности по исчислению и удержанию и уплаты НДС-бюджет по таким услугам? Так, Виолетта, Евгения, Замира, Нурия, все ответили «да». Надеюсь, такого же мнения придерживаются и остальные участники. Так, у нас 34 участника. Так, действительно, российская компания должна встать на учет. Да, это продолжение, продолжение, это тема отдельного вопроса, да, если по национальному законодательству и по международному соглашению об избежании двойного налогообложения деятельность российской компании приводит к образованию ПУ, то она должна встать на учет, да. Но по условиям данного задания перед нами пока не стоит задача определить, должна ли она встать или нет. На следующем занятии как раз-таки мы будем рассматривать эти вопросы, а сейчас нам нужно только в части НДС, да, ответить. И вот большинство участников пока ответили, что да. Я думаю, что Татьяна это в дополнение нам эту информацию сказала. Итак, мы отвечаем, что действительно услуги, выполняемые этой российской компанией, они связаны с недвижимым имуществом, потому что строится строительный объект, строительный спортивный комплекс. И эта стройка осуществляется на территории Республики Узбекистан, значит, местом реализации этих услуг иностранной компании признается Республика Узбекистан. И если эта российская компания не встала на учет в налоговом органе в качестве платилищика НДС, то тогда покупатель услуг, наша компания ООО «Шанс» признается налоговым агентом и должна выполнять налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость, да. Следующий пункт – это услуги в отношении движимого имущества за исключением аренды транспортных средств. Так мы рассматриваем следующее условие. Немецкая фирма на территории Республики Узбекистан производит техническое обслуживание производственного оборудования для ООО «Шанс». Это наша узбекская компания, да. В соответствии с налоговым кодексом часть вторая определяет следующие признаки возникновения налоговых обязательств, да. Местом реализации услуг признается территорию Республики Узбекистан, если услуги непосредственно связаны с движимым имуществом, фактически оказываются на территории Республики Узбекистан. И далее дается некоторая расшифровка таких услуг, да. К таким услугам в частности относятся монтаж, наладка, сборка, обработка, переработка, ремонт, техническое обслуживание и хранение движимого имущества. Уважаемые участники, как мы ответим, признается ли местом реализации услуг такой немецкой фирмы территория Республики Узбекистан? Так, Ленура, Виолетта, Анвар, Замира. Остальные участники, я уже вижу, что у нас сформировались такой активный состав участников, которые практически дают ответы на все вопросы. Вот Даниил тоже, Анна, Евгения. Да, совершенно верно, все ответили да. Почему? Поскольку немецкая фирма оказывает услуги, связанные с движимым имуществом. Производственное оборудование – это движимое имущество, и работы по техническому обслуживанию такого оборудования осуществляется на территории Республики Узбекистан. Поэтому покупатель этих услуг признается налоговым агентом, опять-таки при условии, если эта немецкая фирма не встала на учет в качестве плательщика НДС в Республике Узбекистан. Это имеется в виду именно плательщикам НДС, да. Далее в продолжении пункта 2 давайте посмотрим еще одну задачку, так скажем, да. Ошанс покупает у российского предприятия товар и заключила договор с российской компанией на оказание услуг по оформлению некого сертификата на вот эту приобретаемую партию товара, которое потом Ошанс завезет в Республике Узбекистан. Услуги по договору оказываются на территории Российской Федерации. Опять-таки напомню наше условие, что все, что связано с движимым имуществом, такие услуги признаются местом реализации таких услуг Республики Узбекистан, если они фактически находятся на территории Республики Узбекистан в отношении движимого имущества. Так, вот здесь у нас уже, да, расходятся мнения, но большинство участников чают, что нет. Местом реализации услуг, оказываемой российской компанией территорию Республики Узбекистан, не признается, да. Совершенно верно. Все участники ответили нет. Почему? Потому что товар это движимое имущество. А сертификация непосредственно связана с партией этого товара, который приобретают на территории другой страны, не на территории Республики Узбекистан, да. И нерезидент фактически оказывает услугу на территории Российской Федерации. Поэтому Узбекистан не признается местом реализации услуг такой российской компании. Соответственно, НДС не должен... Исчисляться, удерживаться и уплачиваться. Видите, этот пример наглядно показывает, что несмотря на часть первую, которая определяет, что покупатель товара признается налоговым агентом, если местом реализации таких услуг, если покупатель таких услуг зарегистрирован на территории Республики Узбекистан, несмотря на то, что покупатель ООО зарегистрирован на территории Республики Узбекистан, да, продавцом является иностранная компания, несмотря на это, компания ООО «Шанс» не должна по данной сделке признаваться налоговым агентом, исчислять, удерживать и уплачивать НДС. Следующий пункт – это пункт 3. Ресторанные, гостиничные услуги, услуги в сфере развлечения, отдыха, туризма, культуры, искусства. Рассмотрим пункт на следующем примере. Российская компания оказывает ООО «Шанс» услуги по проведению концертов популярных артистов в Республике Узбекистан. Часть третья, пункт 3 статьи 241 определяет, что местом реализации услуг иностранной компании являются такие услуги в сфере общественного питания, развлечения, отдыха и так далее и тому подобное, включая услуги по обучению и образованию, это и проведение квалификационных экзаменов, семинаров, курсов по повышению квалификации, а также проведение различных выставок, конференций, симпозиумов, если эти услуги фактически оказываются на территории Республики Узбекистан. Все, что касается обучения, это правило применимается, если такое обучение осуществляется, как бы скажем, в традиционной, очной форме, а не в электронной форме. И исходя из нормы налогового кодекса, прошу вас ответить, является ли местом реализации услуг российской компании, местом реализации Узбекистан, если услуги осуществлены на территории Республики Узбекистан по проведению концертов популярных артистов. Так, и большинство участников, я вижу, отвечают, да. Так, у нас 35 участников. Пожалуйста, и другие участники, будьте поактивнее, отвечайте на вопросы. Отлично. Все ответили, да. Это действительно так. Услуги оказываются в Узбекистане. В данном случае концерт осуществляется на территории Республики Узбекистан. Местом реализации таких услуг будет признаваться Узбекистан. И ООО «Шанс» покупатель таких услуг будет признаваться налоговым агентом по НДС. Далее, к третьему пункту. Следующая ситуация. ООО «Шанс» уплачивает французской фирме услуги за гостиничное обслуживание, связанное с командировкой работников во Францию. Опять-таки, напомню, условия налогового кодекса, да. Туризм у нас значится в пункте 3, да. И местом реализации, то есть туризм, извините, пожалуйста, гостиничное обслуживание, да. Речь идет о гостиничном обслуживании, тоже относится к пункту 3. И местом реализации гостиничных услуг будет признаваться, если такие услуги оказываются на территории Республики Узбекистан. Так, уважаемые участники, как мы ответим в этом случае? Единогласно. Все участники отвечают «нет», так как услуги оказаны во Франции. Действительно, услуги оказываются во Франции. Гостиничные услуги, да. Место реализации Франции считается. И ООО «Шанс», будучи покупателем этих услуг, несмотря на часть 1 статьи 241, не будет признаваться налоговым агентом при оплате услуг гостиничного обслуживания такой французской фермы, да. Итак, мы посмотрели пункт 3, давайте переходим к пункту 4. Это пассажирские и грузовые перевозки. Это тоже очень часто задаваемые вопросы со стороны налогоплательщиков. И посмотрим следующую ситуацию, да. Российская транспортная компания перевозит груз из России в Узбекистан, из Узбекистана в Россию по заказу ООО «Шанс». Пункт 4, части 3 статьи 241 определяет, что Узбекистан будет признаваться местом реализации услуг, если услуги по перевозке или транспортировке или другие услуги, связанные непосредственно с перевозкой и транспортировкой, оказываются юридическими лицами Республики Узбекистан или индивидуальным предпринимателям, в случае если пункт отправления и пункт назначения находятся на территории Республики Узбекистан. Правило предусмотрено настоящим подпунктом, также применяется при передаче транспортных средств по договору фрахтования вместе с экипажем. При этом территория Узбекистан не признается местом реализации услуг по предоставлению в пользование воздушных судов по договору фрахтования. Итак, уважаемые участники, как мы ответим на этот вопрос? Будет ли услуги российской транспортной компании признаваться местом реализации услуг? Вижу ответ и да, и нет. Большинство отвечает, что нет. Есть несколько ответов да, но большинство отвечает нет. Ну давайте разбираться более детально. Российская транспортная компания перевозит груз из России в Узбекистан и обратно из Узбекистана в Россию по заказу узбекской компании. Налоговый кодекс под пункт 4 части 3 определяет, что местом реализации услуг, связанной с перевозкой или транспортировкой, будет признаваться Республика Узбекистан, если такие услуги оказываются юридическими лицами Узбекистана или индивидуальными предпринимателями. В данном случае такая услуга оказывается российской транспортной компанией. Поэтому здесь будет ответ нет. Местом реализации услуг Узбекистан не признается, потому что оказывает не юридическое лицо Республики Узбекистан, а оказывает российская транспортная компания. И по нашим условиям речь не идет о фрахтовании вместе с экипажем. Поэтому ответ будет отрицательный. В данном случае НДС не возникает. Давайте рассмотрим другой пример. Например, та же российская транспортная компания по заказу ООО ШАС перевозит груз из города Ташкента в город Термес. Ну, скажем так, назовем их условно внутренние перевозки. Напоминаю, еще условия, услуги по перевозке и транспортировке, либо услуги непосредственно связаны с транспортировкой, в случаях, когда они оказываются иностранными лицами, признаются местом реализации, если пункт отправления и пункт назначения находятся на территории Республики Узбекистан. За исключением услуг по перевозке пассажиров, почты и багажа. То есть, когда речь идет об иностранных лицах, местом реализации услуг будет признаваться территорию Республики Узбекистан, если перевозка осуществляется в пунктах назначения, когда и пункт отправления, и пункт назначения одновременно находятся на территории Республики Узбекистан. И здесь уже все участники ответили, что да, местом реализации услуг будет признаваться территория Республики Узбекистан. В данном примере ООО «Шанс» выступает налоговым агентом, если такая российская транспортная компания не стоит на учете. Я намеренно отметила здесь звездочки, потому что для Узбекистана это лицензионный вид деятельности, и поэтому этот пример у нас больше гипотетический, потому что лицензия у нас дается только для юридических лиц Узбекистана. Но в случае, когда такие виды услуг могут оказывать иностранные транспортные компании, в данном случае по внутренним перевозкам услуги иностранного лица признаются оказанными на территории Республики Узбекистан в целях исчисления НДС. Мы опять-таки говорим только сейчас об НДС. Переходим к пятому пункту – услуги по перевозке и транспортировке транзитных товаров. Здесь я вам намеренно не провожу никакого примера, никакой ситуации, потому что для начала прошу вас ознакомиться с условиями пункта 5 в Налоговом кодексе, части 3, статьи 241. Местом реализации услуг признается Республика Узбекистан, если услуги непосредственно связаны с перевозкой или транспортировкой товаров, помещенные под таможенную процедуру, таможенного транзита, при перевозке товаров от места прибытия на территории Узбекистана до места убытия с территории Узбекистана оказываются юридическим лицом или постоянным учреждением иностранного лица или индивидуальным предпринимателем. То есть если речь идет об услугах, попадающих под пункт 5, местом реализации услуг будут признаваться Узбекистан. В случае, если услуги по перевозке и транспортировке транзитных товаров осуществляются юридическими лицами Узбекистана, постоянными учреждениями иностранных юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. Во всех остальных случаях местом реализации таких услуг территория Республики Узбекистан не признается. Шестой пункт. Этот пункт мы рассмотрим. Например, узбекскому предприятию казахская компания в аэропорту Носуртан-Назарбаев оказывает услуги по организации питания пассажиров его воздушных судов. Рассмотрим условия пункта 6. Местом реализации услуг признается Узбекистан, если услуги такого рода оказываются непосредственно в аэропортах Узбекистана и в воздушном пространстве Республики Узбекистан по обслуживанию воздушных судов, включая аэронавигационное обслуживание. В данном случае, как вы думаете, уважаемые слушатели, будет ли признаваться местом реализации услуг услуги казахской компании в аэропорту Носуртан-Назарбаев? Все участники ответили нет. Действительно, это правильный ответ. Местом реализации таких услуг казахской компании Узбекистан не будет признаваться. Соответственно, у узбекского предприятия не возникает никаких обязательств, он не является налоговым агентом и не обязан исчислять, удерживать и уплачивать НДС в бюджет. Переходим к седьмому пункту. Опять-таки, я здесь не привожу вам никакого примера, поскольку, согласно пункта 7, местом реализации услуг признается Узбекистан, если услуги по организации транспортировки трубопроводным транспортом природного газа по территории Республики Узбекистан оказываются юридическими лицами Республики Узбекистан. Только в этом случае НДС возникает. А поскольку, если такие услуги оказываются иностранными лицами на территории их страны, в данном случае такие услуги иностранной компании местом реализации Республики Узбекистан не признается. Значит, пятый и седьмой пункт речь идет только об услугах, которые оказывают именно юридические лица Узбекистана. Переходим к восьмому пункту. Рассмотрим его на следующем примере. Узбекскому предприятию на территории Республики Узбекистан российская компания «Нерезидент» предоставила в аренду грузовой автотранспорт сроком на один год. Давайте посмотрим, что говорится в налоговом кодексе, когда речь идет о услугах по аренде транспортных средств, заключаемых между иностранным лицом и узбекской компанией. Местом реализации услуг зависит от того, на какой срок предоставляется в аренду автотранспортное средство. Если автотранспортное средство предоставляется в краткосрочную аренду, а краткосрочная аренда делится, смотрите, на 30 и 90 дней в зависимости от вида автотранспорта. Если речь идет о воздушных, морских судах, вертолетах или железнодорожном транспорте, то краткосрочным будет считаться договор, заключенный на срок 90 дней. Во всех остальных случаях краткосрочным признается договор, заключенный на аренду транспорта сроком до 30 дней. И если заключается договор на краткосрочную аренду, местом реализации услуг будет признаваться территория Республики Узбекистан, если такие транспортные средства передаются в аренду на территории Узбекистана. То есть транспортное средство физически находилось на территории Республики Узбекистан. Если заключается договор на долгосрочную аренду, то есть свыше 30 или 90 дней в зависимости от вида транспорта, то местом реализации таких услуг признается место осуществления деятельности покупателя. То есть это практически первое основное общее условие. Там, где покупатель услуг, в данном случае, по долгосрочной аренде, тот и выступает налоговым агентом, там и возникают обязанности по уплате НДС. Теперь, уважаемые участники, ответьте на наш вопрос, исходя из рассматриваемого условия. Будем ли мы признавать местом реализации услуг российской компании территории Республики Узбекистан? Да, мы все отвечаем «да», поскольку мы видим, что срока аренды один год, это свыше и 90 дней, и 30 дней. Тем более речь идет о грузовом транспорте, значит, у нас должно было быть 30 дней, чтобы считать краткосрочный. В данном случае мы считаем долгосрочный. И место осуществления деятельности покупателя, а покупатель у нас кто? Узбекская компания, да? И поскольку место реализации услуг определяется по месту покупателя, в данном случае мы говорим, что на такие услуги нам необходимо будет как налоговому агенту начислить НДС, да? Если такая российская компания не стоит на отдельном специальном регистрационном учете в качестве платильщика НДС. Переходим к следующему пункту, это девятые рекламные услуги на ТВ, радио и СМИ, да? Рассмотрим следующее условие. Иностранная рекламная фирма, действующая в своей стране, по договору заключенный с нашей узбекской компанией ООО «Шанс», разместила в зарубежном печатном издании статью об этом предприятии и его продукции, да? За некую сумму. Так нам необходимо будет ознакомиться с пунктом 9. И согласно этого пункта, местом реализации услуг будет признаваться Узбекистан только в том случае, если услуги по размещению рекламы на телевидении и или радио, или в СМИ и в других формах осуществляются на территории Республики Узбекистан. И я еще не до конца прочитала условия, но наши уже участники ответили нет. Отлично. Я вижу размещение, да, более развернутый вопрос. Ответ далее – размещение в зарубежном печатном издании. Великолепно, отлично. Это действительно так. В данном случае Узбекистан не будет признаваться местом реализации услуг, да, поскольку размещение этой публикации осуществляется в зарубежном издании, за рубежом. И, соответственно, покупатель таких услуг нашей компании ООО «Шанс», да, несмотря на общее правило, по которому, где потребляются услуги, там и должен начисляться НДС, она не работает, да, и специальное правило нам говорит, вот при размещении рекламы в зарубежном издании покупатель услуг не признается налоговым агентом. Вот мы переходим к последнему специальному правилу, да, касательно услуг, покупаемых в электронной форме, да. Рассмотрим на следующем примере. Например, наша компания ООО «Шанс» покупает у иностранного лица услуги по дистанционному обучению в электронной форме, да. У нас был пункт 3, если вы помните, да. Если услуги оказываются в очной традиционной форме, то тогда мы должны смотреть на пункт 3. Но когда услуги оказываются по дистанционному обучению в электронной форме, да, то тогда мы должны будем смотреть на пункт 10, да. И согласно пункту 10, услуги в электронной форме, а перечень услуг, относимых к электронной форме, приводится в статье 282 Налогового кодекса. Если такие услуги, перечисленные в статье 282, приобретаются лицами, находящимися или осуществляющими деятельность на территории Республики Узбекистан, то в данном случае местом реализации таких услуг признается территория Республики Узбекистан. Итак, уважаемые участники, давайте определим, исходя из наших условий, признается ли местом реализации услуг по обучению сотрудников, например, ООО «Шанс» в дистанционной форме Республики Узбекистан. Совершенно верно, вот Фируза, Ливия, Анна, Замира, Виолетта и другие участники все отметили, что в данном случае местом реализации таких услуг у нас будет признаваться Республика Узбекистан, потому что услуги по дистанционному обучению в электронной форме значатся в нашем спецсписке под номером 10, да, и согласно данному пункту местом реализации будет признаваться Узбекистан, если покупатель этих услуг осуществляет деятельность на территории Республики Узбекистан. В общем-то, здесь у нас возникает вот это наше общее правило, да, если покупаются услуги в электронной форме, в общем-то, речь идет об общих правилах, там, где услуга потребляется, там и возникает НДС, значит, приобретатель услуг, наша компания узбекская ООО «Шанс» будет являться налоговым агентом по таким услугам. Итак, мы завершили рассматривать этот алгоритм, еще раз давайте посмотрим, значит, у нас есть место реализации услуг, выделяется два правила, это общее правило и специальные правила. Если приобретаемые услуги не значатся в этом списке от первого по десятого, да, то автоматически любые услуги, приобретаемые узбекской компанией, индивидуальным предпринимателем или иностранным юридическим лицом, осуществляющие деятельность через постоянные учреждения, местом реализации таких услуг признается Республика Узбекистан, и у покупателя таких услуг возникают обязанности налогового агента, если продавец, а продавец у нас иностранное юридическое лицо, не состоит на специальном регистрационном учете в качестве самостоятельного налогоплательщика налога на добавленную стоимость. Если приобретаемые услуги у иностранного юридического лица попадают вот в эти 10 топ, то мы рассматриваем каждую услугу в зависимости от того, какие условия указаны в каждом из этих пунктов. Я надеюсь, результаты ваших ответов показывают, что вы это прекрасно усвоили. Итак, мы переходим теперь к второму правилу, а кто из внимательных слушателей может напомнить, какое у нас было первое правило в самом начале, что мы определили первое правило. Так, уважаемые слушатели, мы подошли ко второму правилу, но в ходе нашего занятия мы говорили еще о первом правиле, в соответствии с которым покупатели услуг, осуществляющие деятельность на территории. По первому правилу мы определяли, что у налогового агента, покупателя услуг, возникают обязанности налогового агента, если он покупает услуги только у иностранного юридического лица. Это первое наше правило было. В этом правило было следующее условие, что местом реализации этих услуг признается или местом реализации товаров признается Республика Узбекистан. А теперь мы подошли ко второму правилу после того, когда мы посмотрели, что такое место реализации услуг и в каких случаях местом реализации товаров признается Республика Узбекистан, и подведем еще ряд правил, которые мы обозначили под номером 2. Итак, если в соответствии со специальными правилами Узбекистан не признается местом реализации услуг, то несмотря на основное правило, это части 1 и 2 статьи 241, услуги, оказываемые нерезидентом, объектом налогообложения по НДС не являются. Второе. Если покупаемые предприятием услуги значатся в спецперечне, и согласно этому перечню местом реализации услуги является Узбекистан, то у покупателя узбекское предприятие является налоговым агентом по НДС. И третье. Если покупаемые предприятием услуги не значатся в спецперечне, то узбекское предприятие автоматически признается налоговым агентом. Итак, мы завершили важный шаг, да, подытожили, практически мы прошли половину нашего занятия, да, в соответствии с которым мы определили, кто такие налогоплательщики, что для этих налогоплательщиков является объектом налогообложения, да, объектом налогообложения являются товары или услуги, местом реализации которых признается Республика Узбекистан, да. И для каждого товара и услуги мы определили условия, указанные в налоговом кодексе, в каких случаях у приобретателя услуги появляются обязанности, как у налогового агента исчислить, удержать и уплатить НДС-бюджет. Итак, мы переходим к следующему шагу, и на этом этапе мы определим, после того, как мы узнали и определили, что ООО «Шанс» признан налоговым агентом, каковы должны быть последующие действия у узбекской компании. И последующие действия, в общем-то, можно разделить на две категории. Это формальные и неформальные. Это условное деление, вы его в налоговом кодексе не найдете, я его разделила для себя, для того, чтобы лучше до вас донести, какие действия должен выполнять налоговый агент. Формальные. Что значит? Это начислить НДС, удержать НДС и заплатить НДС-бюджет и представить налоговую отчетность. Обратите внимание, что вот эти формальные действия, они, в общем-то, напоминают функции налогового агента, например, по НДФЛу. То есть мы начисляем зарплату, с этой зарплаты исчисляем НДФЛ, удерживаем НДФЛ и уплачиваем НДФЛ в бюджет. Аналогичные формальные условия возникают и у покупателя иностранных услуг, узбекской компании ООО «ШАС», если покупаемые иностранные услуги местом реализации этих услуг признается Узбекистан. Также этот налоговый агент должен исчислить НДС, удержать НДС и уплатить в бюджет. Неформальные действия. Необходимо будет урегулировать вопрос исчисления и удержания НДС с иностранного лица в контракте. Это необязательные условия, но я как налоговый консультант все-таки порекомендовала бы в договоре внести в ясность, входит ли сумма НДС в стоимость услуг иностранного лица. Начнем, пожалуй, рассматривать действия налогового агента с неформальных действий. Это как можно урегулировать вопросы исчисления и удержания НДС в договорах. В договорах можно будет посмотреть в процессе переговоров. Налоговый агент должен выяснить у иностранного поставщика услуг, состоит ли этот иностранный юридическое лицо в качестве налогоплательщика НДС в налоговых органах. Если иностранный поставщик услуг состоит на учете в налоговых органах, если, например, это постоянное учреждение есть у такого иностранного юридического лица, то в контракте целесообразно отразить его специальный регистрационный номер налогоплательщика НДС. В данном случае ООО ШАС не будет признаваться налоговым агентом, потому что иностранное лицо, у которого есть постоянное учреждение в Республике Узбекистан, и эти услуги оказываются посредством такого постоянного учреждения, по таким услугам иностранное юридическое лицо через свое постоянное учреждение самостоятельно будет исчислять и уплачивать налог в бюджет. Если иностранное лицо, а в большинстве случаев, когда мы говорим об иностранных юридических лицах, которые не действуют на территории Республики Узбекистан через ПО, в большинстве случаев они не состоят на регистрационном учете, если не сказать, что во всех случаях они не состоят на учете в качестве платильщика НДС. В данном случае, если мы пришли к мнению, что ООО ШАС признается налоговым агентом, то иностранному контрагенту ООО ШАС необходимо разъяснить о налоговых последствиях по НДС и соответствующим образом отразить такие последствия в договоре. О чем здесь идет речь? Дело в том, что в договоре стоимость услуг, оказываемых нерезидентом, может включать НДС, также может не включать НДС. Давайте посмотрим его на примерах, такие формулировки. Например, ООО ШАС заключает договор с иностранной юридической компанией, в соответствии с которой юридическая компания оказывает услуги на сумму 1000 условных единиц. Ставка налога на добавленную стоимость в Республике Узбекистан, как вы все знаете, составляет 15%. Приведу следующую формулировку, как все-таки правильно отразить стоимость услуг и сумму НДС в договоре. Сперва мы посмотрим одну формулировку, на следующем слайде будет более упрощенная формулировка. В договоре можно будет указать, что стоимость услуг иностранного лица составляет 1000 уе и включает все налоги и сборы, отчисления, которые взымаются с иностранного лица на территории его страны-инкорпорации. Сумма НДС Республики Узбекистан в размере 15%, что составляет 150 уе, перечисляется покупателем услуги как налоговым агентом в бюджетную систему Республики Узбекистан. НДС перечисляется в бюджетную систему с каждого платежа по настоящему договору в день оплаты услуг. Такая формулировка полностью соответствует положениям налогового кодекса. Стоимость услуг по договору всего составляет 1150. Обратите внимание, не стоимость услуг иностранного лица, а вообще стоимость услуг по договору составляет 1150 с учетом НДС 15%. И местом реализации или оказания услуг по настоящему договору признается Узбекистан, поскольку мы говорим, что здесь начисляется 15%, значит в рамках данного договора мы говорим, что речь идет о оказании услуг, это для налога на прибыль, извините, я перескочила, а местом реализации услуг признается территория Республики Узбекистан в соответствии с частью 1 статьи 241. Почему мы пришли к такому заключению? Потому что юридические услуги в топ-10 не значатся, и покупатель услуг тогда должен руководствоваться частью 1 статьи 241. В данном случае при формулировке контракта таким образом, налоговый агент полностью исполнит все функции, возложенные на него налоговым кодексом. Со стоимостью услуг 1150 удержит НДС, исчислит и удержит НДС и перечислит бюджет, а иностранному юридическому лицу выплатит 1 тысячу. И вторая формулировка, она тоже в принципе допустима, это позволяет, 255 статья налогового кодекса, при таких же условиях контракт можно сформулировать следующим образом, что опять-таки стоимость услуг иностранного лица составляет 1 тысячу УЕ, и все налоги, которые уплачет иностранное лицо в своей стране, включены в эту стоимость, но в тысячу УЕ не включается сумма НДС Республики Узбекистан в размере 15%, которую перечисляет покупатель услуги как налоговый агент в бюджет Республики Узбекистан. И опять-таки указывается, что местом реализации таких услуг признается территория Республики Узбекистан. Так вот такие формулировки договора предлагаем, это неформальные действия, а теперь формальные действия. Обратите внимание, здесь на этом слайде я привожу вам выдержку из статьи 255, и в соответствии с 255 статьей налоговый кодекс определяет, что налоговый агент обязан, обратите внимание, обязан исчислить, удержать и перечислить бюджет в соответствующую сумму НДС. То есть здесь у налогового агента стандартная триада – исчислить, удержать и перечислить. Но в то же время в статье 255 также предусматривается и следующая часть. Если в соответствии с условиями контрактов, обратите внимание, что это должно быть прописано в контракте, не принимается по умолчанию, это обязательно должно быть указано в контракте. Если в соответствии с условиями контрактов услуги предоставляются иностранными лицами без учета НДС, это вторая формулировка, которую вы видели на предыдущем слайде, то по данным услугам налоговая база определяется налоговыми агентами, исходя из стоимости оказанных услуг без учета НДС. В данном случае налоговый агент обязан самостоятельно исчислить и перечислить в бюджет соответствующую сумму налога. Обратите внимание, триада «исчислить, удержать и перечислить» у нас сократилась. В данном случае удерживать налог со стоимостью услуг иностранного лица не требуется. В данном случае налоговый агент уже самостоятельно превращается в налогоплательщика. И в данном случае он должен будет только исчислить и перечислить. И уже суммы, выплачиваемые нерезиденту, НДС не надо будет удерживать. Так, давайте посмотрим, какой у нас механизм исчисления НДС со стороны налогового агента. Все зависит от того, как сформулирована цена в договоре. Если сумма НДС в договоре выделена в составе цены, это первая формулировка договора, которую я вам приводила. Например, цена 1000 УЕ с НДС. Тогда мы и суммы, и стоимость услуг цены выкручиваем НДС, то есть 1000 умножаем на 15, делим на 115. В этом случае у нас НДС составил 130 УЕ. В данном случае, поскольку в цену входит НДС, значит, мы здесь говорим о триаде условий. Мы должны исчислить, мы исчислили НДС 130, теперь мы его должны удержать. Из 1000 вычитаем НДС 130, и тогда мы должны будем уплатить иностранному лицу только 870. В тех случаях, когда сумма НДС по условиям контрактов в цену не включена, например, цена все те же 1000 УЕ, и по условиям контракта НДС не включен в цену, то тогда мы должны будем НДС начислить на эту цену, то есть 1000 умножаем на 15, сумма НДС у нас составила 150. Вот эту 150 мы должны будем перечислить в бюджет, а иностранному лицу мы все-таки выплатим все те же 1000 УЕ, потому что его цена не включала НДС Узбекистана. Итак, с исчислением мы определились. Единственное, обратите внимание, что эти оба варианта мы не учитывали никакие последствия иностранного лица по налогу на прибыль. То есть когда в примере вы видите, подлежит оплате иностранному лицу 1000 УЕ, то есть этот пример еще не рассматривает налоговые последствия для налогового агента по необходимости исчисления налога на прибыль. Я ваши вопросы вижу в чате, я к ним в конце нашего занятия обязательно вернусь. Если я что-то пропущу, вы меня обязательно, пожалуйста, напомните. Очень часто возникают вопросы, а может ли налоговый агент применить какие-либо налоговые льготы. Часть 8 статьи 255 также дает ответ и на данный вопрос. Согласно части 8 указано, что положение статьи 255, это имеется в виду обязанности налогового агента исчислить НДС, не применяется при реализации товаров-услуг, указанных в статьях 243-245. Кто может навскидку сказать, что это за статьи 243-245? Кто может похвастаться, так сказать, академическими знаниями? Уважаемые слушатели, что за статьи касательно реализации товаров-услуг, указанных в статьях 243-245. Отлично, вот Евгений, освобождение от налогообложения, Ольга отвечает. Да, освобождаемые обороты, если вот общие дать определение, это реализация товаров-услуг, которые освобождены от налогообложения. Это статья 243, а в 244-й это финансовые услуги, в 245-й это страховые услуги. То есть статья 255-я, часть 8-я говорит о том, что если узбекская компания приобретает товары и услуги у иностранного лица местом реализации которых является Узбекистан, но если такие услуги числятся в статьях 243-245, то у налогового агента не возникают никакие обязательства по исчислению уплаты НДС. Давайте посмотрим это на следующем примере. Например, ООО «Шанс» имеет банковский счет в зарубежном банке и оплачивает зарубежному банку различные платежи. Ну это гипотетический, конечно, пример, я надеюсь, вы понимаете. Оплачивает банку различные платежи за банковские услуги. Зарубежный банк не состоит в качестве налогоплательщика НДС в Узбекистане, и ООО «Шанс» возникает обязанность налогового агента по исчислению удержания. Он же у нас в топ-10 банковские услуги не входит. Мы же с вами смотрели, да, с первой по десятой специальные правила. Получается, по общему правилу ООО «Шанс», как покупатель банковских услуг, должен будет исчислить и уплатить НДС в бюджет. Однако вот 245-я статья говорит, что если реализация таких услуг значится в статье 244, а у нас как раз в статье 244 банковские операции указаны как финансовые услуги, да, и они освобождены от НДС, поэтому у ООО «Шанс», как у налогового агента, не возникают обязанности по исчислению и удержанию уплаты НДС. То есть, в принципе, мы отвечаем на вопрос, указанный на этом слайде, что налоговый агент, в общем-то, применяет налоговые льготы по отношению и к иностранным услугам в том числе. Далее, после того, как мы исчислили налог на добавленную стоимость, необходимо будет определить налоговые базы по какому курсу определяются. В большинстве случаев, если не сказать, что во всех случаях, услуги иностранными лицами у нас оказываются в иностранной валюте. И вот эти услуги в иностранной валюте нам необходимо будет определить его суммовой эквивалент для того, чтобы исчислить НДС, потому что НДС у нас уплачивается в национальной валюте. Налоговый кодекс не содержит каких-то отдельных специальных правил по определению налоговой базы при импорте услуг, поэтому мы будем руководствоваться общими положениями в части раздела налога на добавленную стоимость. Общие правила определения налоговой базы указывают, что налоговая база, выраженная в иностранной валюте, должна пересчитываться в национальную валюту на дату совершения оборота по реализации товаров и услуг. А датой совершения оборота по реализации товаров и услуг у нас является, если это речь идет об услугах, дата оформления, подписания счета фактуры или иного документа, подтверждающего факт оказания услуги. Это может быть отчет, это может быть акт, это может быть инвозь, любой другой документ. Но давайте посмотрим это на примере. Например, иностранное лицо оказало ООО «Шанс» юридические услуги. Мы уже сказали, что местом реализации юридических услуг является Республика Узбекистан. И в данном случае ООО «Шанс» должна будет определить налоговую базу и сумму НДС. Итак, по нашему примеру, стороны подписали соответствующий акт 10 марта 2020 года на сумму 1150 долларов, включая НДС в размере 15%. Выплата дохода иностранному лицу в размере 1000 долларов осуществлена 14 апреля. Курсы валют 10 марта и курсы валют 14 апреля 2020 года. Итак, уважаемые слушатели, у вас будет возможность рассчитать сумму налога на добавленную стоимость. Кто-то может воспользоваться конкулятором, у кого есть под рукой. Если нет, может быть, телефоном воспользуетесь. Сейчас у слушателей требуется рассчитать сумму НДС. Как мы должны будем определить сумму НДС? Евгения нам дала ответ 1 миллион 425 тысяч и 81 сом. Замиры придерживаются точно такого же мнения. Берем курс от 10 марта. Более развернутый, вот я вижу, ответ от Бабаян. Значит, используем курс от 10 марта. А если бы речь шла бы о налоге на прибыль, когда необходимо будет определить налоговую базу по налогу на прибыль, какой бы мы курс взяли бы? Вы прекрасно ориентируетесь, действительно, на день оплаты. Вот наша отличительная черта налоговой базы по НДС и налоговой базы по налогу на прибыль. При исчислении налоговой базы по НДС мы действительно ориентируемся на курс по акту выполненных работ или по инвойсу, или по счету фактуре. И действительно, ответ составит 1 миллион 425 тысяч и 81 сом. Расчет совершенно правильный. Но когда речь идет уже о налоге на прибыль, налоговый агент должен курс валют определять иным образом. И в данном случае это будет курс валют на 14 апреля. Совершенно верно. И вот на этом слайде мы тоже определили, по какому курсу нам необходимо будет исчислять НДС и определили для себя, что дата оборота и для внутренних налогоплательщиков, и по импорту услуг она одинаковая. То есть применяются общие правила. Давайте посмотрим, как отражается у налогового агента сумма НДС в бухгалтерском учете. Я бы порекомендовала бы налоговым агентам выделить отдельные счета для учета НДС. Например, допустим, наша компания ООО «Шанс» является самостоятельным налогоплательщиком НДС. И тогда необходимо будет использовать, например, условно 44.10 для учета авансовых платежей по НДС и 64.10 для определения суммы НДС, подлежащей к исчислению в бюджет с налоговой базы. А для исчисления и удержания НДС как налогового агента необходимо будет открыть отдельные счета, где необходимо будет определять сумму НДС, исчисленную по расчету, и учитывать авансовые платежи. И уже уплаченный НДС со стороны ООО «Шанс» как налогового агента учитывать на счете 44.10 как авансовые платежи по НДС. Таким образом можно будет осуществлять зачет. Вот что касается теперь непосредственного зачета. В бухгалтерских проводках все, конечно, зависит от того, включен ли НДС в цену. Какие у нас формулировки договора. Вот на момент получения услуги от иностранного лица, то есть когда совершена дата облагаемого оборота, это либо получен инвойс, либо получен акт выполненных работ. Вот если, например, нам представили акт выполненных работ на 1000 долларов США, включая НДС, мы из 1000 долларов примем к зачету 130. Выкрутим из 1000 НДС, укажем зачет 44.11. Далее налоговым агентам исчислена сумма НДС по реализации услуг, местом реализации которых является территория Республики Узбекистан. Мы отразим начисленную сумму, соответствующую расчету по НДС, который предоставляет налоговый агент. Далее исчисленную сумму НДС мы уплатим в бюджет. И после того, как мы уже уплатим эту сумму НДС, вот уже только на четвертая операция позволяет эту уплаченную налоговым агентам в бюджетную сумму НДС принять к зачету. При заключении контракта с иностранным лицом, включающей сумму НДС, иностранным лицом мы должны будем выплатить только 870 долларов. Опять-таки я обращаю ваше внимание, что никакие последствия по налогу на прибыль в рамках рассматриваемого примера не принимаются во внимание. Если сумма НДС не включается в цену, мы отражаем сразу акт на 1000. В данном случае начисляем НДС поверх 150. Далее это 150 перечисляем в бюджет. И после того, как мы перечислили 150 бюджет, мы можем уже взять в зачет по основным налоговым обязательствам, как самого налогоплательщика. И полностью 1000 выплачиваем своему иностранному контрагенту. Так вот, что у нас касается бухгалтерских проводок. Следующее – налоговая отчетность в соответствии с электронными формами. У нас есть отдельная налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров и услуг от иностранных лиц. Код отчетности у нас, вы видите на этом слайде. Предоставляется у нас отчетность. Обратите внимание, ежемесячно, не позднее 20-го числа, месяца следующий за отчетным периодом. Отчетным периодом при импорте услуг у нас является месяц. Квартальный срок на налоговую отчетность налоговых агентов не распространяется, потому что здесь речь идет для налогоплательщиков, оборот которых не превышает 1 миллиард сомов. Налоговым периодом является квартал. А поскольку обязанности по представлению налоговой отчетности возлагаются на налогового агента, то налоговый агент должен будет руководствоваться только нормой, в соответствии с которой налоговым периодом является месяц. Итак, следующий, пожалуйста, давайте посмотрим тест. Например, ООО «Шанс» в январе 2021 года приобрел юридические услуги у иностранного лица. В феврале 2021 года иностранные услуги не покупались. Итак, скажите мне, пожалуйста, в данной ситуации у ООО «Шанс», когда возникают обязанности по представлению налоговой отчетности по НДС как налогового агента. До 20 февраля мы должны будем предоставить за январь, да? А как вы считаете, за февраль 20 марта необходимо ли будет предоставлять отчетность? Да, нулевое считают некоторые участники. 20 февраля за январь, за февраль – ноль. Так, еще какие есть мнения участников? А, ГНИ так требует. Понятно, уточнила Евгения. Отлично. Давайте посмотрим, да? Вот в соответствии с налоговым кодексом, на мой взгляд, несмотря на то, что налоговые органы так требуют, на мой взгляд, все-таки не должны представлять, потому что налоговая отчетность у нас ненарастающим итогом, согласитесь, да? Ненарастающим итогом, да, налоговый отчет. За каждый месяц в отдельности по НДС ненарастающим итогом составляется. И поэтому, если налогоплательщик, то есть ООО «Шанс», будучи налоговым агентом, приобрел услуги, именно в части НДС имеется в виду, да, приобрел услуги в январе, то он считается налоговым агентом за январь. И должен предоставить отчетность за январь. Если в феврале и до конца 2021 года этот ООО «Шанс» больше не приобретет ни одной услуги у иностранного лица или приобретет какие-то услуги, местом реализации которых не является Республика Узбекистан, то в данном случае ООО «Шанс» не признается налоговым агентом. А если ООО «Шанс» не признается налоговым агентом, у него не возникают обязанности по исчислению, удержанию и уплате. То есть если нету налоговой базы, да, не с чего удерживать, нечего уплачивать, то, естественно, никакой отчетности предоставлять необходимости нету, да. Я в налоговом кодексе не увидела обязанности, по которой за февраль ООО «Шанс» необходимо будет предоставлять отчетность, да. Переходим к следующему нашему слайду. Итак, уплата. То есть мы с вами определились налогоплательщики, обязанности налогового агента, кто налоговый агент, определили место реализации товаров и услуг, то есть это налоговая база, узнали, какие есть формальные и неформальные обязанности у налогового агента, да, либо он должен выполнить триаду, то есть исчислить, удержать и уплатить, а если в условиях контакта не предусмотрена сумма НДС, это прямо предусмотрено в контракте, то налоговый агент самостоятельно исчисляет и уплачивает. Определили, поскольку налоговая база у нас устанавливается в иностранной валюте, то есть налог надо исчислить в национальной валюте, какой курс мы используем, да, и когда, в какие сроки предоставляем отчетность, теперь нам необходимо узнать, а когда мы должны будем уплатить НДС, будучи налоговым агентом. И в соответствии со статьей 255, да, уплата налога на добавленную стоимость определяется отдельно при совершении каждой операции, да, то есть мы с каждой операцией должны будем исчислить НДС и уплатить налог по месту налогового учета по итогам каждого налогового периода не позднее срока представления налоговой отчетности. Мы определили, да, что отчетность предоставляется ежемесячно, не позднее 20-го числа, значит, и уплатить необходимо будет не позднее 20-го числа месяца, следующий за отчетным месяцем, да. Вот налоговые агенты уплачивают налог по месту своего налогового учета, а налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками, обязаны представить налоговые органы по месту своего налогового учета соответствующую налоговую отчетность не позднее 20-го числа. Ну, в общем-то, равные условия, да, и плательщики НДС, будучи налоговыми агентами, и неплательщики НДС, будучи налоговыми агентами по НДС, должны будут представить отчетность 20-го числа и уплатить не позднее 20-го числа, да. Но для налогоплательщика, который является в свою очередь самостоятельным плательщиком НДС, имеет право осуществить зачет НДС, уплаченного за иностранного юридического лица. Обратите внимание, в соответствии со статьей 266, где определены общие условия зачета уплаченных сумм, в части 1, пункт 4 указывает, что в случаях, предусмотренных статьями 255, это налоговая агента, покупатель услуг иностранных, от иностранных компаний, да, вот эта сумма, уплаченная в рамках статьи 255, если сумма НДС, уплаченная налоговым агентом в бюджет, именно не исчислена, а уплаченная налоговым агентом в бюджет, дает право на зачет этого НДС в счет своих обязательств как налогоплательщика. Более того, в статье 255, в части 9 указывается, что платежный документ, подтверждающий уплату, дает право на зачет уплаченной суммы налога в соответствии со главой 37, то есть имеется в виду статья 266, да. Итак, давайте посмотрим, когда наша компания ООО «Шанс» возьмет зачет сумму НДС. Например, ООО «Шанс» исчислил сумму НДС в январе 2021 года, представил налоговую отчетность и уплатил налог в размере 1,425,000, это то, что вы считали в чате, да, давали ответы, 1,425,081 сумма, и эта сумма заплачена 22 февраля. Почему не 20-го? Потому что 20-й и 21-й день у нас выпадали на выходные дни, поэтому ООО «Шанс» заплатил налог 22 февраля. Следовательно, ООО «Шанс» на основании платежного документа может зачесть уплаченной НДС уже в феврале, несмотря на то, что он исчислил эту сумму за январь. Итак, невычитаемые расходы по налогу на прибыль. Я включила этот вопрос в слайд, поскольку очень много вопросов задается потому, что налог на добавленную стоимость, который налоговый агент исчислил и уплатил, то есть не удержал, когда по условиям контракта стороны в контракте указали, что стоимость услуг иностранного лица не включает НДС. В данном случае статья 255 говорит о том, что налогоплательщик обязан самостоятельно исчислить и перечислить бюджет. То есть эта обязанность вменяется налоговому агенту самостоятельно исчислить и перечислить. То есть здесь уже в части 7 статьи 255 не указывается обязанность удержать. И в любом случае даже таким образом уплаченная сумма НДС по платежному поручению дает право принять эту сумму в зачет. Некоторые смущают, что в статье 317 Налогового кодекса в пункте 11 указано, что налоги, уплаченные за других лиц, являются невычитаемыми. Но в первую очередь надо сказать, что тогда налогоплательщик самостоятельно исчислил и уплатил в бюджет при условии соблюдения всех условий пункта части 7, в соответствии с которой в условиях контракта это обязательно должно быть оговорено. И если в соответствии с при полном соблюдении части 7 налогоплательщик по платежному документу принял сумму НДС по импорту в зачет, то никаких расходов, имеется в виду на 94 счете, у налогоплательщика по данной операции в части НДС никаких расходов не возникает, и поэтому речи об вычитаемых или невычитаемых расходах не должно быть. В том случае, если, например, налогоплательщик не является платильщиком НДС, например, это платильщик НСО, и он импортировал услуги, хотя именно услуги, допустим, скажем, то в данном случае там вообще вопрос вычитаемых и невычитаемых не встает. Но другое дело, когда в условиях контрактов ничего не оговорили, заплатили налог, в любом случае, конечно, по платежному документу эту сумму НДС можно взять в зачет, но я не исключаю риски возникновения налоговых споров, потому что налоговые органы могут занять очень жесткую позицию и сказать, что вы не соблюдали условия части 7, потому что вы не прописали это в условиях контрактов, вам необходимо было удержать сумму НДС, в данном случае он не зачитывается и будет еще и невычитаемым. Поэтому я все-таки хотя это какая-то формальная, более бюрократическая на мой взгляд процедура, но тем не менее я бы все-таки во избежание и минимизации любых спорных ситуаций рекомендовала бы все-таки в условиях контракта все предусматривать, и поэтому я не зря в рамках этой презентации вам привела все возможные формулировки, и включая, и не включая. И вот у нас осталось совершенно немного времени до конца демонстрации нашей презентации. Немножко скажу об иностранных юридических лицах, оказывающих услуги в электронной форме, вы, наверное, уже в курсе, что такие лица у нас должны вставать на отдельный учет, специально открыт для них, для таких компаний, отдельная площадка, да, по регистрации их в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость. Они самостоятельно уплачивают и дистанционным образом встают на учет. И в тех случаях, когда юридические лица Узбекистана приобретают услуги в электронной форме у иностранных компаний, которые стали посредством вот такой платформы на самостоятельный учет налогоплательщика, то имейте в виду, что такие налогоплательщики, хоть и имеют специальный регистрационный учет, регистрационный номер налогоплательщика НДС, в любом случае они уплачивают только с оборотов по услугам, оказываемых только физическим лицам, да, в облагаемые обороты они не включают услуги, оказываемые юридическим лицам Республики Узбекистан. И если юридическое лицо приобретает услуги в электронной форме у такого налогоплательщика, юридическое лицо у Узбекистана признается налоговым агентом и должен будет исчислить, удержать и уплатить НДС в бюджет в зависимости от того, какие условия предусмотрели контракты. Ну, в общем-то, мы уложились во времени, мы молодцы. И в завершении нашей презентации я предлагаю всем нашим участникам, слушателям пройти последний завершающий тест. Ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями. Надеюсь, всем хорошо все видно, да. это ООО «Шанс» является платильщиком НДС и налога на прибыль. В 2020 году ООО «Шанс» учтены следующие операции. Посмотрите, пожалуйста, был подписан двумя сторонами акт от 17 ноября, в соответствии с которым иностранная компания осуществила ремонт оборудования, находящиеся на территории завода ООО «Шанс» на сумму 7500 долларов. Согласно условиям заключенного договора, оплата за услуги была оплачена полностью в полном объеме иностранной компании 1 декабря. То есть, мы 1 декабря полностью выплатили все 7500 долларов. И в соответствии с условиями контракта услуги предоставлялись иностранным лицом без учета НДС. Вторая операция ООО «Шанс» получен займ от иностранной компании на сумму 1 миллион долларов США под 4,8% годовых. Сумма начисленных процентов за октябрь составила 4000 долларов. Проценты выплачены 10 ноября. Что у нас требуется по условиям, по каким операциям ООО «Шанс» возникает обязательства налогового агента по НДС. Обратите внимание, только по НДС. И второе, нам необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. Для сведения приведены все курсы валют на каждую дату. Так, у нас Ольга ответила, что по операции есть НДС. Так, по первой операции сумма НДС. Так, у нас два варианта суммы НДС. По первой операции так, 1125 умножаем на курс 17 ноября, 10 390. Так, НДС, подлежащую куплате. У нас три варианта ответа получилось. Давайте сперва ответим на первый вопрос. По каким операциям ООО шанс возникает обязательство налогового агента по НДС? По первой операции возникает. По первой, только по первой. А почему по второй не возникает? Почему по второй не возникает? Кто может дать ответ? Финансовые услуги. Финансовые услуги у нас освобождены от налога на добавленную стоимость. Это статья 244, поэтому эти услуги не являются облагаемым оборотом по НДС. Но там могут быть у нас обязательства по налогу на прибыль. Вы совершенно правы. А второй, определите сумму НДС. Мы для себя должны определить, что 7500 это сумма в соответствии с условиями контрактами не включает НДС. Правильно? Значит, мы не должны будем выкручивать. Мы в первую очередь должны определить, что мы не должны выкручивать НДС, мы должны накрутить. Потом все, что касается курса, дата облагаемого оборота у нас возникает на дату подписания акта. Это 17 ноября. Курс у нас 10 390. И тогда у нас ответ 11 миллионов 689 тысяч 796 сомов и 25 тынов. Совершенно верно. И напоследок давайте я вам еще покажу налоговую отчетность по НДС. Обратите внимание, вот это налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость. То есть товары реализованные иностранными лицами мы здесь отразим полную стоимость. 7500 умноженное на курс 17 ноября. Но обратите внимание на код строки 0101. Уважаемые слушатели, посмотрите. 0101. Формально получается, что подлежащее освобождению от НДС в соответствии с налоговым кодексом все-таки формально здесь надо будет показать эти проценты тоже. Эти проценты тоже необходимо будет показать на дату начисления. но они объектом налогообложения не будут. В большинстве случаев налогоплательщики не заполняют эти строки. Это не влияет на налоговую базу. Я вам не могу рекомендовать, чтобы вы обязаны были это показывать. Это очень трудоемко. На мой взгляд это здесь излишне. в общем-то вот такая форма и я бы хотела чтобы вы на это обратили внимание. Итак, уважаемые слушатели, разрешите мне подвести итог нашего сегодняшнего занятия. Вы большие молодцы. Я хочу поблагодарить вас за активное участие. Вы меня удивили, что вы в большинстве своем случае, если не сказать, что 99,9% всегда давали правильные ответы, наверное, тот 1% отклонения от правильных ответов только потому, что, например, позже подключились или невнимательно слушали. Уверена, что вы очень хорошо будете в дальнейшем разбираться с этой тематикой. И закончить я занятие хочу с пожеланиями крепкого здоровья вам и вашим близким. Отличного вам иммунитета, бодрости, духа. Всегда, чтобы вы справлялись со всеми поставленными задачами. Любые сложности по исчислению и уплате налогов решали бы с легкостью главные неиссякаемые энергии, терпения, оптимизма и самого-самого наилучшего. Вы прекрасные слушатели. Надеюсь, вам все понравилось. Я не прощаюсь с теми слушателями, которые подписались на следующий наш курс, где мы будем рассматривать правильность исчислений уплаты налога на прибыль с доходов нерезидента и НДФЛ. Если у вас остались какие-то вопросы, я могу быстро на них ответить, а те, которые спешат уже по своим неотложенным делам, мы можем попрощаться. Спасибо большое всем, кто выразил свою признательность. Спасибо огромное. Я быстренько посмотрю все вопросы, на которые я не ответила. сначала. Так, вопрос. Так, это мы ответили по НДФЛ. Дальше. Услуги в электронном формате онлайн обучения. Так, российская компания должна встать на учет. Так, место реализации. Так, управленческие услуги относятся к пункту 3. Управленческие услуги, скорее всего, относятся к пункту 1, части 1, они не перечислены в пункте 3 отдельно, смотря какие управленческие услуги. Скорее всего, в большинстве случаев это будет часть первая. Если слушатель, который задал этот вопрос еще в чате, то есть на сессии, то вы можете уточнить, где эти управленческие услуги оказываются. Это у нас ответы все. Сейчас найдем вопрос. Договор заключен с иностранной компанией передачи товара состоится не на территории РУС. Шанс самостоятельно привезет товар и проведет таможенную очистку. Будет ли шанс налоговым агентам? Нет, в данном случае осуществляется ввоз товаров. Там два признака. у нас есть место реализации товаров и услуг Республики Узбекистан и ввоз товаров. НДС берется единожды либо по месту реализации, либо привозе. В данном случае шанс уплатят по второму признаку привозе товаров и бюджет Республики Узбекистан по второму критерию НДС получит. Налоговым агентам уже не будет. Далее следующий вопрос. Если освобождение от НДС статья 243 то не вычленяем НДС. Всю сумму по договору сажаем стоимость услуг. Если идет освобождение от НДС то абсолютно никакой НДС не начисляется и не уплачивается. По договору допустим условно если иностранная сторона показала 100 условных единиц вот это 100 условных единиц местом реализации может признаваться Республика Узбекистан но объектом налогообложения по НДС она не является. если эти услуги экономически обоснованы и документально подтверждены по налогу на прибыль если они отдельно не числятся в статье невычитаемых то являются вычитаемыми. при предоплате услуг нерезидента НДС уплачивается или после получения инвойса НДС налоговая база по НДС определяется на момент оборота реализации услуг и товаров по предоплате оборот не возникает у нас оборот приведен место дата реализации услуг у нас приведена в статье в разделе НДС в общем-то по предоплате оборот по реализации товаров и услуг не возникает для каждого оборота есть своя дата по товарам когда передается товар или осуществляется отгрузка по услугам когда выписывается счет фактуры или иной акт по имуществу когда например акт приема-передачи осуществляется для каждого оборота есть своя дата, и в НДС она четко определяна, и она одинаковая и по НДСу, по импорту услуг, и по внутреннему НДСу. Так, на все вопросы вроде бы ответила, сейчас еще в конце был один вопрос. Российский индивидуальный предприниматель оказал ННО, неплательщик НДС, услуги по проектированию информационной базы, находясь в России, которая будет использоваться на территории. Возникает ли НДС на импорт? На мой взгляд, не возникает, потому что в статье 237 идет о налогоплательщиках иностранных юридических лицах. И второй вопрос. Российская компания оказывает на территории России услуги по проживанию, питанию, трансферту резидента за вознаграждение, начисляется и так далее. По проживанию это, наверное, гостиничные, питание – это общепит, трансфер – это транспортировка, мы, например, рассмотрели в данном случае, местом реализации таких услуг территория Республики Узбекистан не признается. А если это какая-то посредническая компания, то здесь необходимо будет смотреть, где выполняется основной вид услуг. Если основной вид услуг выполняется на территории России, и такие услуги не признаются местом реализации Узбекистана, то в данном случае покупатель узбекской компании не начисляет НДС таких услуг. Вопрос. Договор заключен с иностранной компанией. Передача товара. Так, это я ответила. Повторно задается вопрос, да. Услуги по предоставлению персонала облагаются НДС. Да, это попадает в часть первую. Часть первая будет. Можно ли, чтобы за нас ПУ НДС оплачивал заказчик, так как задерживают по оплате по два месяца? Если деятельность нерезидента, юридического лица привела к образованию постоянного учреждения, то они являются самостоятельными налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и должны специально встать на регистрационный учет в качестве платежщиков НДС. И вы на основании вот этого регистрационного номера за них не должны уплачивать НДС. Они сами должны отчитываться, как любая другая узбекская компания. При предоплате это я ответила. Так, про ННО ответили. Если юридическая компания оказала юридическом услуге по транспортировке товара, иностранная, Китай, Узбекистан, мы ему оплатили, возникает ли налог на прибыль? Очень хороший вопрос, но разрешите я его отвечу так, отвечу на следующем занятии. У нас будет два занятия, посвященные налогу на прибыль, подлежащему удержанию налоговым агентам и налог на прибыль, уплачиваемый постоянными учреждениями. Мы, ПУ, нам не платят. А, нет, вы должны самостоятельно заплатить, я неправильно поняла ваш вопрос. Нет, вы являетесь самостоятельно налогоплательщиком. Если у вас есть какие-то задолженности заказчика перед вами, то в данном случае необходимо будет применять какие-то меры, предусмотренные договором, чтобы сподвигнуть, чтобы они быстрее вам заплатили, не хотят, чтобы у вас не образовалась задолженность по налогу на добавленную стоимость. Так, я надеюсь, я не пропустила ни одного вопроса. Спасибо за терпение всем слушателям. Если у вас нет других вопросов, разрешите с вами попрощаться. Всех благ, всего доброго. Если у вас есть какие-то пожелания по улучшению нашей презентации или ведению нашего онлайн-курса, я тоже буду вам весьма признательна. Оставляйте все ваши пожелания в чате. Спасибо большое за отзывы, мне очень приятно. Спасибо огромное. Хорошего вам дня. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»